Здравствуйте. Мы члены избирательной комиссии, участок номер 34. Приехали к вам, чтобы вы имели право отдать свой голос. Можно пройти? Можно, конечно. Вот так с улыбкой и хорошим настроением в солнечное утро выходного дня Григорий Береговой встречает членов избирательной комиссии у себя дома. Кстати, он заслуженный футболист, родом из Белгорода, а в Севастополь переехал в 2018 году. Делится. Впервые побывал здесь еще в 70-х. Черное море, знойные степи и хвойные леса покорили. А остаться в Белокаменном получилось только шесть лет назад. И за это время Григорий не пропустил ни одного голосования. Ведь только сами жители города определяют его будущее своей заинтересованностью и активной позицией. А как же без выборов быть? Если всем дома сидеть, а кто же будет голосовать? Нам-то нужно, как говорится. А вот Александр Тарасов в Севастополе прожил всю свою жизнь и даже принимал участие в возвращении любимого города-героя в родную гавань, за что получил две медали. События 2014 года он до сих пор вспоминает, еле сдерживая эмоции. Признается, голосовать в великой стране теперь его долг, который он с гордостью и честью всегда исполняет. Каждый гражданский человек обязан любить свою родину, нашу любимую Россию, которая не бросила нас при их событиях, а поддержала. И мы очень-очень благодарны матушке нашей России. Ну, важно. Важно участвовать во всех мероприятиях, там, в выборах. К жителям ТСН в районе Фиолента выехали представители избирательного участка номер 34. Возможность проголосовать на дому предоставляется в первую очередь тем, кто не может голосовать в очной форме по уважительной причине. Например, по состоянию здоровья, имеющих любую группу инвалидности или тех, кто ухаживает за престарелыми или инвалидами. Все равно мы стараемся, договариваемся с людьми больше проводить выездных голосований на дому. Так как желтый уровень террористической опасности у нас в Севастополе, поэтому мы стараемся все-таки больше охватить людей на дому, чтобы не собирать здесь большое количество людей. Каждый тот, кто голосует, он должен проголосовать за того кандидата, в котором он уверен, который будет поддерживать нашу жизнь в нашем городе. Выборы депутатов Законодательного собрания третьего созыва завершатся в 20.00 8 сентября. Каждый из севастопольцев, сделав свой выбор, понимает, что важно не оставаться в стороне, ведь каждый голос – это будущее, которое мы выбираем для города. Анжелика Желнина, Дмитрий Сидоренко, Новости Севастополя.